Россия будет настаивать, и в принципе уже такие появились голоса. Дескать, давайте садиться за стол переговоров, надо все это остановить, посмотреть, к чему это приверло, слишком далеко зашло. А тут еще Запорожская атомная электростанция может пострадать, она тоже может взорваться вдруг. Непонятно почему, конечно же, как и дамба. Но вот нам что это надо, вот давайте таким образом заморозить, хотя бы заморозить. Ну я думаю, что это более вероятно, потому и Запорожская станция может взорваться. Просто потому что, смотрите, в данном случае, я бы так сказал, смотрите, вот что здесь получается. Украинская авантюра путинская, она очень сильно выделяется из всей политики в Украине в последние годы, российской, одним фундаментальным обстоятельством. Дело в том, что если мы помним начало оккупации и аннексии Крыма, там откуда-то, неизвестно, появляются какие-то человечки без опознавательных знаков, очень вежливые. В Донбассе появляются пустники на танках, которые они купили в Энторге. И Кремль постоянно говорит, что нас там нет. Это, так сказать, либо Донецкое сопротивление, либо вот Крымские активисты. И так далее. 24 февраля эта политика закончилась. Нас там есть, мы туда пришли, мы динансифицируем Украину и вот прочий такой бред. То, что произошло в Каховской ГЭС, фактически это возвращение обратно к первоначальной парадигме. То есть нас там нет, это не мы, это киевский режим, дамба сама размылась, она была такая старая, что от нас взяла и рухнуло. В этом отношении, если, допустим, в прошлом году, когда все шло, так сказать, очень брутально, можно было предположить, да, даже используя тактическую ядерную оружие, чтобы быстрее закончить войну и как американцев Хиросиме понудить Украину сдаться, да. То сейчас, похоже, возобладала другая точка зрения, давайте мы снова поиграем, нас там нет. Если Запорожская ГЭС взорвется сама, то нас там опять нет, она сама взорвала водохранилище, вода упала, охлаждение уменьшилось, там еще что-то, очень неопытные там техники что-то сотворили, как в Чернобыле и так далее. То есть в данном случае это опять-таки не будет прямым ядерным ударом, за который якобы там американцы и вообще в западнике грозили Путину страшными грехами. То есть я подозреваю, что вот такого рода странные происшествия, а их очень много может быть, там, что только может не взорваться на военных складах или чем подобное, вот, это очень важный знак. Более того, даже представим себе, что на территорию оккупированную ввозится какая-нибудь ядерная боеголовка, а потом она взрывается где-нибудь там не в Кривом Роге или не в Днепре, а прямо непосредственно на российских оккупированных территориях. Опять, почему? Ну вот такая случилась неудача, да, техническая поломка. Понятно, что потом, когда-то русские уйдут, это все равно будет украинская проблема, как Чернобыль был. Но при этом это не есть прямое указание, там, отправить ядерную ракету на украинскую территорию. Поэтому я думаю, что здесь вот такого рода снова притворство, оно может стать очередной стратегией для Путина. Редактор субтитров А.Семкин